...аллегорическую сказку о том самом персонаже, которого, я надеюсь, вы все узнаете. Я ему посвятил компьютерную игру по своей игровой технологии. Если кто будет узнавать, у кого будут возникать какие-либо депутаты, то он будет просто тянуть руку вверх. Я эту протянутую руку вверх буду фиксировать, и первый правильный ответ – он будет ударен моей научно-популярной книгой, поскольку я писал на уч-поп долгое время и пишу на уч-поп долгое время. И по художке у меня аж второе произведение. Первое называлось «Вообщественно круто. К 50-летию пикантного юбилея» или «Рассказ о том, как один раз чуть не как у еврея пшашки не вылетят». А сегодняшняя сказка… «Вообщественно круто. К 50-летию пикантного юбилея пшашки не вылетят». Да. Ну, пожалуйста. Я вас сегодня приглашаю на «Проза.ру». Там мое первое произведение. И «Вообщественно круто. К 50-летию пикантного юбилея» или «Рассказ о том, как один раз негр у еврея чуть в шашки не вылетят». Я всем читателям предлагаю разгадать, кто там есть негр, кто там есть еврей. А в сей момент я предлагаю, я кладу, простите, я предварительно кладу свою книжечку научно-популярную, дабы она мне не мешала. И называется моя сказка «Сказка о Карабасе-Барабасе, северном гуру и индейском мальчике». Жил мы в большом и красивом городе северном, один высокий, длинноволосый и бледнолицый северный гуру. И исходил от этого северного гуру сияние. Любил он на перах с лицом величавым за столом поседать, звуки красивые служат, да издавать. Дадил прекрасным кочаровым детишкам пример подавать, на друзей веселых и славных с душой светлой вокруг себя собирать. Нравилось ему гуру заморские и не отставая к их стремился. Добирались их звуки до него на катушках струченных, доноломах воздушных, и издавали эти звуки коробки железные. Ой, как любил северный гуру приезды в землю северную гуру заморских с их друзьями. И коробки все такие с проводами дикованными, громче грома звучащие. И звуки ровные, в сердце бьющие, и лица и краска, медикованные покрытия и одеяния их. То шкуры черные, как у воинов северных, то трепьер маные. И хоть бледнолицей вроде были те гуру, да землю северную хвалили, а все на языках заморских болтали. И не сразу разговор с ними в северном огур клеился. А вот когда разговор у них склеился, да в пир шумный перерос, то поведали гуру заморские, а что если заберешь мальцов своих, звуки громкие издающих, оденешь их в одеяния на наши схожие, да звуки славные, да громкие издавать они будут на языке вашем, на всю землю северную. Да призадумался северный гуру слов их. И хотел бы он на земле северной звуки их сладкие издавать погромче Доколеситься с луками сладкими по ее городам, Весер до холмам, дабы слышать в друзьях побольше, А раз так, то рассылал бы он по своему землю Северные катушки, скрученные побольше, И волны воздушных из коровок железных Передавал бы почаще. Да вот беда, дабы катушки скрученные Рассылать побольше, и волны воздушные Из коровок железных передавать почаще, Монетки медные, гуру и друзьям его не помешали бы, А монеток медных в кармане у гуру и друзей было немного. И спросил их северный гуру, А как будто с монетками медными, Земля-то наша велика, да славна, Да ими не больно богатым. Рассмелялись на это гуру заморские, Сказав ему, главное, чтобы мальчики были славны, Да красивые, да веки свои в голубой цвет не красили, Песни дабы пели не те, что поют ведьмы рыжие, Да пели на языке своем, а там уж образуется. На этом и простились, и на воротах проводил северный гуру, А сам своим друзьям вернулся и поведал им Слова гуру заморских, усмехнулись все, да призадумались. И вот как-то ехал гуру с друзьями своими с гульмища В большой колеснице железной, Да подсел к нему в колесницу мальчик один индейский. Весь такой черненький, длинненький и все смущающе чего-то. А потом он взял дощечку со струнами И до песенок несколько своих гуру, да его друзьям сыграл. Песенки были с его друзьям, о его друзьях, о колесницах, И о том, что монетки медные в карманах у него немного, Хоть времени на это все про все хватает. А главное, по точечке своей пальчики, Он стучал до струн и перебирал так же, как и гуру заморские. Да приканулся он гуру северному и друзьям его. Только печаль поведал мальчик индейский. Незаладная с дружбой у него с дружком С вами старшим поводами гульмища по имени кабан. Хоть тот ватару свою совсем по лесному назвал ау. А второй дружок, хоть силен был и славен, До службы войскам богатырский ему срок подошел. А третий по имени рыба был хитрым. Объявки гульмища расклеивал, Да частенько один сам его, индейского мальчика, Песенки и распевал. Завел ценаев его мальчик индейский И выгнать из ботаних хотел. Не печалься, сказали ему друзья северного гуру, Мы тебе чуть что с бочками и проводами поможем, Да на дощечках яковинных помощь заиграем, И в дудки подуем до катушки, Скрученные по миру разошлем. Перевели как-то индейского мальчика В подвал дома большого, Где стояли бочки с проводами, Да как обещали, так и сделали. И на дощечках играли, и на кнопки нажимали, И катушки крутили, да на дудках лишние играли. Не просил их мальчик индейский, Об этом. А потом видно стало, что дело наладится, Но вдруг белые лет на лице у индейского мальчика Появился Георгий по имени, Да такой шустрый, что танцы индейские Выучил быстро, да с индейским мальчиками Ими и резвился. Хоть на дощечках со струнами Плохонько сначала играл, И стали они гульбище, когда большие, Когда поменьше, для мальчиков И девочек бледно лицах и земли северной Устраивать. А мальчики и девочки индейские Тоже начали туда подтягиваться, Да немного тогда их на земле северной было. И начала появляться в земле северной Дева огненная, Что сама струны до дощечки играть любила, И у мальчиков, что них играть, Полюбила быстро. И увезла в первый раз А на кучу катушек скручены, Дабы гуру заморским Да карабасам, барабасам местным Показать. А карабасы, барабасы Жили в тупом везде, И в земле заморской, И в земле северной. Монетки медные, Гуру местными их друзьям Давали частенько, Дали штат, Дабы самим богатком Не остаться, До сверху и монетки вернуть. Слушали песенки мальчиков и девочек И решили между собой, Кому монетки медные выделять, А кому нет. Кому-то выделяли, Кому нет. И тем вроде бы везло На первый в парад, А затем, когда монетки медные Возвращать приходилось, Ой, как туго бывало, Кое-кто не выдерживал, Так солнцу и до звезды уходил. Понравился индейский гуру, Индейский мальчик, Гуру заморским. И когда дева огненная Вновь приехала в землю северную, Привезла она пару коробок С проводами за кнопками Земли заморской. Да так она всем понравилась, А что день и ночь Индейский мальчик С друзьями не грозился, Да так, что катушек Скрученных появилось немало, А Георгий и вовсе Женился на ней. А индейский мальчик Начал петь все громче и громче, И о ночи, и о жизни, и о смерти, И о звездах, и о солнце, и о войне. Здорово этого у него получалось. Люди в страны севера Сочами горячим на него смотреть начали, Да на гульбищах, в избушках, До полянки Его балом валить. А карабасы, Карабасы заморские Тоже немного попировали С карабасами и барабасами Зимней Северной И решили пару лент С картинками склепать. Здорово-то у них вышло. Тут-то мальчики Бледнолицые, Да мальчики индейским По городам И весь их северный И начали кататься. Не то, что полянки, Поля целые собирать начали. И монетах медных Он их стал побольше, И за день чего-нибудь При квартире Да дружков старых Забывать начали. Мне себя, Гуру заморским. Дружкам старым Не нравился это, Да упрекали они Мальчика индейского До Георгия, Что песенки поют, Как ведьмы рыжие До шлюхи бесстыжие. А те слушали их, Молча не соглашались, Да не возражая. Правда, мало кто Ни северный гуру, Ни мальчик индейского Друзья из его ваталья Так толком и не поняли, Сколько и куда Монетах медных Позвращать нужно. Какие-то любители От карабасов-барабасов Приходили, И непонятно все было. Вот представили к ним Северного карабаса-барабаса. Хоть карабас-барабас И жил в земле северной, До бороды не носил он, Берел исправно, До волосы и темные Подбревалки подкрашивал Частеньку. С молодого Просыл он тем, Что молодцев добрых, С соколами ясными сравнимых, Любил письма, До славиек соколиной Помогал. Взгляд на него Был жесткий, Дохватка железная, И поэтому все Его прозвали Железный стержень. И по делам, Много лет жизни своей Он пролел в дома С решетками железными. Начал железный стержень Сядь и шутки хитрые Придумывать, Дабы монеток Метных побольше было. Даже с мальчиками С веками голубыми Их как-то предложил. Взять-то пели На губище за мной, Да не понравилось Это немногим. И тяжеловато Мальчику С ними стало. Монеток пометных Становилось все больше и больше, Да вот перемещаться Приходилось Лишь с богатырями. Одним словом Железным стержнем Он попел, Покричал, Поколесил, Да, Думе захотелось Уйти куда-то. И поехал в страну Приморскую, Дал Георгию Все каточки свои, А сам к солнцу И звездам На автомобиле Ухотел И хоронил его В гробу Заколоченную. Зато память О себе Оставил Добую. Так, Теперь строим Загадки Что у нас Здесь снимальщик? Орегония. Строим Загадки. Версии Можно? Версии нет? Сказка Про Буратино, Что это? Нет, Это не Буратино. Минутышки, Минутышки. Ребята, Кому, Так, Подсказка номер два. Кому недавно Празднули 55 лет С момента рождения? Сой. Правильно, А Гриша, Невернишка. А, То есть, Смотри, 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 Я отхотался. Это не Буратино, Надо было, Что кто-нибудь другой выбрал. Нет, Гриша, Выбрал ты. Да? Подписывайся. Гриша, Я выступаю у тебя Как Алла Пугачева. Самый последний И за это тебе спасибо. Круто. Ну да, В общем-то. Ну, Последний я, В общем-то, Из Магикана. Я сейчас спою пару песен еще. Спасибо. Это был Влад Поляковский. Давайте поаплодируем. Сказка. Дебил сказки. И еще я ее указал случайно.